Все мои волки делают Всем привет, друзья, с вами Джонни и уже буквально через пару дней наступит зима, а это значит, что нужно придать нашей GTA-шке зимнюю атмосферу. Поэтому сегодня я сливаю вам свою новую зимнюю сборку. Давайте наберем как минимум 2020 лайков, я знаю, вы можете. Играю я на лучшем сервере DiamondRP Ruby, IP есть, как всегда, в описании. При регистрации на сервер обязательно указывайте мой промокод. Проходите начальный квест, после этого отписывайте мне и я вам дам реально крутой бонус. Поехали! Начнем с самого заметного. Это, конечно же, худ. Сколько бы зимних сборок я не видел у других ютуберов, почти у всех одинаковый худ. На фисте стоит Дед Мороз, ну и в принципе все. На этом фантазия наших самперов заканчивается. Я же в этот раз, создавая новую зимнюю сборку, в первую очередь хотел отдалиться от идеи с Дедом Морозом, поэтому на фисте вы видите просто лютого волка. Знак доллара я также поменял, сделал его в виде волчьей башки, ну и уровень розыска выглядит у нас, собственно, так. Очень нравится худ, в первую очередь это цветовая палитра, то есть такой вот приятный голубой, который сливается в темно такой синий. Ну а что по поводу радара? Поначалу он был белым, но исходя из ваших просьб в комментариях, я полностью покрасил его тоже в такой голубоватый оттенок. Все это было сделано попросту для того, чтобы карта не сливалась со снегом. Заменил я также иконки домов, здесь они сделаны в виде подарков, дома что в Госсе будут чуть больше, чем те, что уже куплены. Ну и по мелочам, в карте я заменил метку, теперь выглядит она как снежинка. Если зажать кнопку Z, то у вас будет такая карта, где написано всякие деревни и так далее. Ну а теперь поговорим по поводу графона, в этой сборке за него отвечает тайм цикл и колор мод. По дефолту, когда вы заходите в игру, выглядеть она будет примерно так, то есть в некоторых местах она какая-то яркая. Что же делаю я? Прописываю команду setweather4 и у меня меняется погода, тем самым GTA становится как будто более светлее без желтых оттенков. Именно так я играю, больше никаких изменений я не делаю, неважно какое время будет на сервере, я просто меняю погоду и на этом все. Ну и куда же без снежка? В этой сборке установлен всеми вам привычный скрипт Cleo снегопад, активация у него Ctrl и плюс на нумпаде. Если же у вас нет нумпада, то можете поискать в интернете подобный скрипт, у которого активация без нумпада. Также можете менять интенсивность снегопада, также нажимаем Ctrl и плюс и видим то, что меняется интенсивность. Но обычно я играю либо без него, либо включая его на самую малость. Еще один важный момент в сборке это растительность и зимние текстуры. Это новая растительность, то есть в прошлых годах ее не было. На самом деле это довольно таки старая заменка растительности, но ее просто перекрасили в белый цвет и уже за счет этого она стала зимней. Больше всего из растительности мне нравятся пальмы, они просто божественные. Но может быть такое, что из-за растительности у вас будет немножко меньше FPS, чем хотелось бы. Поэтому специально для вас в этой сборке есть два вида растительности. Так как сборка выполнена на модлоудере, мы можем с легкостью отключать моды. Находим списки модификаций Vegetation и просто отключаем их. И вуаля, у нас появляется новая растительность, которая на этот раз выполнена в более таком LQ качестве. Нагружать она будет поменьше в ваш компьютер. Да и в целом, если вам просто не понравилась предыдущая растительность, можете оставить эту. Ну и по приколу можно вообще оффнуть зимние текстурки. Согласитесь, без них вообще как будто не зимняя сборка. Именно зимние текстуры придают эту самую атмосферу. Поэтому советую лучше их не отключать. Дальше по поводу других мелочей, такие как ганпак, эффекты, звуки и прочее. Понятное дело, ганпак на вкус и цвет. Поставил я его со сборки другого чела. Мне понравилось в первую очередь, как выглядят иконки в худе. То есть они вроде бы как стандартные, но в то же время нету обводки. Где-то подрисована тень и в целом выглядит шикарно. Эффекты здесь стоят те же самые, что и в прошлой сборке. И именно эти эффекты добавляют такие классные искри от FullPT NRG. Потому что многие меня спрашивают, как так сделать. А это, друзья, простые эффекты. Но при этом у вас должен быть FullPT NRG. Звуки я не стал менять, потому что я в целом играю без звуков. И также здесь стоит урезанная папка аудио. То есть не будет звуков радио и прочих мелких ненужных вещей. Но в то же время может быть такое, что у вас не будет звук от колокольчика. Или других вещей, как, например, у этого чела. Ванёк, здорово, блядь! Короче, проблема, знаешь, какая в твоей сборке спасение? Шиноби, блядь, вот это. Ну ты понял, наверное, да? Я хочу поставить уведомление от админов, а звуков нет. Вот звуки, выигрышев нет, звуки, работы на заводе нет, нихуя. Ты чё там поставил, блядь? Какой скрипт хоть? Чтобы удалить, и звуки появились. Просто качаете стандартную папку аудио из интернета и заменяете её в сборке. И тогда у вас будут все звуки. Что по поводу установки, к моему удивлению, многие до сих пор не знают, как нужно правильно устанавливать всякие сборки. В описании под роликом будут две ссылки. Одна на Яндекс.Диск, другая на Гугл Драйв. Неважно, откуда скачивать, везде будет один и тот же архив. Весит он достаточно мало, а именно 743 мегабайта. После того, как вы скачали архив, очень важно, чтобы у вас была последняя версия Винрара. Потому что по-другому вам напишет то, что архив повреждён. Открываете сам архив, и здесь мы видим папку. Эту папку мы переносим в любое для вас удобное место, хоть на рабочий стол. После того, как архив распаковался, мы видим папку со сборкой. Можем зайти, посмотреть, что здесь есть. Скажу вкратце, из Клео здесь худэкшн, смена погоды, Клео снегопад. И остальные это уже идут как фиксы. Ничего запрещенного в сборке нету, можете по поводу этого не переживать. Далее открываем самп клиент. Нажимаем на шестерёнку. И здесь мы проводим путь к той самой папке, которую мы разархивировали. Нажимаем сейв, и всё, можно заходить в игру. Если же у вас будут какие-либо вопросы по поводу сборки, пишите мне в ВК. Я постараюсь помочь всем. В целом, на этом обзор сборки заканчивается. Я не стал добавлять прям сверх много модов, куча разных замен на авто и так далее. За всё время, что я играю на этой сборке, меня ни разу не крашнуло. По поводу стилеров и так далее, думаю, даже нет смысла что-то обсуждать. Но если вы сомневаетесь или просто мне не доверяете, то можете не качать эту сборку. На этом данный ролик заканчивается. Обязательно поддержи его лайком. Под прошлой сборкой мы собрали 2700 лайков. Это просто рекорд для моего канала. Давайте под этим роликом соберём хотя бы 2020 лайков в честь уходящего года. С вами был Джонни Стар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok